МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова и коротко о главных событиях этого выпуска. Священный Рамадам приближается к концу. За время благословенного месяца коллективные ифтары стали доброй традицией дагестанцев о том, как мусульмане провожают месяц в сегодняшнем выпуске. 11 миллионов рублей отправили дагестанцы в Сирию. В Сирийской Арабской Республике встречают нашу делегацию. Закятуль Фитр – обязательное милостыне разговения. Все мусульмане спешат совершить выплату о том, как и где исполнить одну из основных обязанностей этого месяца сегодня в выпуске. Делегация из Дагестана с гуманитарной миссией находится в Сирии. Более 11 миллионов рублей собрали жители республики для пострадавших от военных действий. По прибытию в республику на разговение делегацию пригласил доктор шариатских наук, ректор университета Билат Аль-Шам Хусамуддин Аль-Фарфур. Далее состоялась официальная встреча с министром по делам религии Сирии шейхом Мухаммадом Абус-Сатаром Ас-Саидом. Участники встречи обговорили ряд вопросов духовно-нравственного, социального и гуманитарного характера, а также обсудили предстоящие встречи дагестанцев в ходе визита в Сирийскую Арабскую Республику. Напомним, что в состав делегации входит руководитель Международного отдела Примуфтиати Республики Дагестан Шахабуддин Гусейнов, председатель Комитета по свободе совести в взаимодействии с религиозными организациями Республики Дагестан Магомед Абдурахманов, генеральный директор благотворительного фонда Инсан Казим Тимирбулатов, советник председателя Народного собрания Республики Дагестан по вопросам взаимоотношений с Республикой Крым, Израил Кибедов. Представители более 30 республиканских и федеральных СМИ собрались на коллективный ифтар. Организатором уникального мероприятия выступил Муфтиат Дагестана при поддержке Министерства печати и информации Республики. Подробности Гамзат Магомедов. В махачкалинском ресторане «Фэймос» прибывших встречает помощник Муфтиам Акимед Магомедов. Гости располагаются за красочно оформленными столами. За 20 минут до разговения ведущий мероприятие журналист Ханжан Курбанов приветствует участников. Далее слово предоставляет министру печати и информации Рашиду Акавову. Все журналисты, объединенные этой святой идеей, святой миссией, сегодня пришли и спокойные, непринужденные и очень тоже в комфортной обстановке смогли поговорить, встретиться, пообщаться. Это очень важно. После него выступает заместитель Муфти Айдриса Садулаев. Он напоминает об ответственности журналистов перед обществом. От нашей работы зависит мнение большинства общества, народа, чтобы мы были, если коротко сказать, полезными для общества. Это есть цель от нашей веры тоже, быть полезными, быть любимыми для окружающих. Перед разговением вокалисты читают на распев Нашиды о Рамадане. Время вечерней молитвы наступило. Гости принимаются за еду, беседуют друг с другом. Ханжа Акурбанов поочередно представляет дорогих гостей, в их числе директоры и главные редактора, корреспонденты и журналисты печатных и телевизионных СМИ Дагестана. Спасибо вам всем. Я желаю вашим семьям всем счастья, благополучия и благодати, и чтобы это все было во всех семьях нашей республики. Это еще один шаг сегодня, когда журналистов перестает идти. Когда здесь есть государственные и негосударственные форматы печатные, форматы интернет, форматы телевидения. Спасибо огромное за это министерство и их формирую. За этот удачный опыт, всех надо видеть, на самом деле такая возможность увидеться со всеми, пообщаться. В принципе, все друг друга знаем, но вот так вот, чтобы увидеться и посидеть, такое получается очень нечастое и сегодня очередной замечательный повод. Все в один голос отмечают необходимость устраивать регулярные встречи. Рашид Акавов выступает с идеей создания дискуссионного клуба журналистов. Инициативу министра поддерживают абсолютно все. Действительно, я согласен с каждым, кто сказал, что нам, журналистскому сообществу, на сегодня очень не хватает общения. И вот это общение, которое нам удалось наладить при помощи и министерства, и духовного управления, если оно не закончится на сегодняшний вечер, а найдется его продолжение, я думаю, это будет, наверное, самый блестящий проект этого года, который в своей журналистике и около журналистки случился. Шоу сюда с мыслью о том, чтобы повидать друзей, повидать коллег, пообщаться. Это такая прекрасная возможность. Надеюсь, эти мероприятия станут ежегодными, откроется клуб журналистки. Это будет вообще замечательно. Ну, хотя бы чай, кофе, я думаю, нам смогут организовать, да, коллегам? Выступающие поздравляют с наступающим праздником Ураза Байрам и напоминают о важности писать и говорить только благое. Сейчас время, когда слово засоряется. Когда слово надо очищать, сейчас очень много мусора, и люди уже убегают от информации, потому что невозможно в этом океане определиться с тем, что правда, что ложь. Я понимаю, что наша общая задача – делать это море слов чистым. Я считаю, что побольше, почаще и светская снеги, и несветская, и частная, и нечастная. Все почаще собираться и общаться. Я вам говорю, много негативного, которое есть у нас, отступит. И я надеюсь, что в будущем из этого всего что-то положительное получится. Еще и мы будем гордиться на душе. Организаторы благодарят представителей дагестанского медиа-сообщества за то, что откликнулись на приглашение. Это станет, по их словам, началом доброй традиции. Надеюсь, что в этом, в нашем вот таком новиком собрании будет начало всего доброго и положительного для нашей республики. В первую очередь. И для каждого из нас тоже в последующем. В ходе беседы журналисты договорились проводить встречу в таком формате ежегодно. В конце мероприятия все участники собрались на коллективное фото. Гостей проводили с памятными подарками. В прокуратуре республики обсудили вопросы укрепления законности при выявлении, пресечении и расследовании преступлений в налоговой сфере. В совещании приняли участие руководители правоохранительных органов. Исполняющий обязанности прокурора республики Дагестан Сергей Беляков подчеркнул, что противодействие налоговым преступлениям является одним из важных направлений деятельности контролирующих и правоохранительных органов республики. За прошлый год на территории Дагестана зарегистрировано 121 сообщение о преступлениях в налоговой сфере. При осуществлении надзорной деятельности прокурорами выявлено значительное количество нарушений. Было отменено 20 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. На протяжении нескольких лет не перестает оставаться актуальной проблема вынесения органов предварительного расследования, незаконных процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела при ямах признаков преступления, что является серьезным препятствием в реализации потерпевшими права на доступ к правосудию в разумные сроки. Месяц Рамадан приближается к концу, и мусульмане спешат выплатить обязательную милостыню разговения закат-уль-фитр. Во многих мечетях Махачкалы уже открылись места продажи и приема пшеницы, где верующие уже заранее могут произвести обязательную выплату. Закат-уль-фитр – обязательная выплата спащащегося месяц Рамадан. Лучшее ее время приходится с наступления последнего разговения до праздничного намаза. Но это довольно-таки короткий промежуток, в который, если мы не успеем выплатить закат, то можем попасть в грех. Поэтому, чтобы не рисковать, у нас есть право выплатить закат-уль-фитр в течение всего месяца. Как и каждый год, почти во всех мечетях города Махачкалы организованы места продажи и приема зерна для выплаты закат-уль-фитра. В этом году для всеобщего удобства пшеница уже заранее взвешена и упакована. Остается лишь приобрести ее и отдать, кому полагается. Специальные пакеты закрыли ее, чтобы она не сипалась, чтобы она не пропадала, этот сах, который снятый. И здесь покупают люди один сах, стоимость саха 50 рублей. Они здесь покупают. И рядом же стоит камаз, который принимают. То есть медресе, которые обучаются в этой медресе, они принимают. С любыми вопросами по закату-уль-фитру мы можем обратиться прямо на месте продажи и приема пшеницы к компетентным людям, которые с радостью на них ответят. Здесь также помогут прочитать намерения на закат и проконсультируют, как правильно это сделать. У нас Дагестан многонациональный регион. И всех поместить в одну такую маленькую это невозможно. Ну, есть основной на русском языке, вот понятном языке есть. Можете привести пример на русском языке? На русском языке я сделал намерение выплатить обязательный закат-уль-фитр за себя. Если же я за себя делаю. И если вот сегодня делаем, пока не наступило обязательное время выплаты заката, то мы говорим, я намереваюсь снять, выплатить обязательный закат-уль-фитр за себя преждевременно ради Аллаха. Выплата заката-уль-фитр имеет особый смысл. Это не только оказание внимания нуждающимся людям, но и возможность возместить все упущения, случившиеся в этот священный месяц. Учитель имама Шафия, радия Аллаху, говорит, что закат-уль-фитр подобен саджету сахви, сужде, который совершается по причине оплочности в конце намаза. Как эта сужда возмещает оплочности в намазе, также этот закат возмещает оплочности, недостатки, которые мы проявляли в месяц Рамазан. В хадисе посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорится, «Салму Рамазана муаллакум байна сама и вал арзи, вала юрфау илля ли закат». То, что пост месяца Рамазана, он висит между небом и землей, и не поднимется к Аллаху, кроме как выплатив этот закат. Выплачивать закат-уль-фитр следует только мусульманам из определенной категории людей, упомянутых Аллахом в священном Коране. Всего их насчитывается восемь, и это не только нуждающиеся люди. Первое, что священник перечисляет, это факиры и мискины. Второе, те, кто занимаются распределением заката. Третье, те, кто недавно приняли ислам. Затем идут те, которые попали в банкротство, то есть должнику, который не может выплатить свой долг. Ему тоже полагается закат. Вафи сабили ля, это те люди, которые вышли на путь Аллаха, сражаются с этим муджахидом. Вафи сабили, это путник, который находится в сафаре где-то далеко, и нет у него средств вернуться к себе домой. Этому человеку тоже выплачивается закат. Горожане заранее стекаются в места продажи и приема пшеницы. Многие решают не рисковать и не откладывать выплату обязательного заката, заблаговременно сняв с себя этот долг. Чувство облегчения, как будто это долг. Все равно это долг каждого мусульманина. Как бывает, когда человек долг не отдает кому-то? Это то же самое. По словам ученых Богослова, Закят Ульфитр необходимо выплатить до праздничного намаза. Не разрешается откладывать его выплату на более поздний срок. Места продажи пшеницы и приема обязательной выплаты будут работать с утра и до вечера, вплоть до наступления праздничного дня. Абдулла Аликнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Коллективные ифтары стали доброй традицией не только для горожан республики. А совместные разговения проходят и в районах Дагестана. Так в высокогорном Хунзахе состоялся ифтар для местных жителей, где собрались мусульмане разных возрастов. С первыми звуками вечернего азана по традиции верующие разговляли с финиками и водой. Затем совершили вечерний намаз, а после постящиеся приступили к трапезе. Послам организаторов проведение подобных мероприятий позволит еще более сплотить жителей республики. Такие мероприятия надо проводить часто. И даже старшее поколение людей просит нас такие мероприятия почаще проводить, потому что они знают цену такого рода мероприятия. Это сплачивает людей. И многое знакомство с районными людьми происходит. И чисто из таких соображений, и это очень барракатное мероприятие, естественно, оно необходимо. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 60 рублей, евро 66 рублей 79 копеек. А на этом у нас все. Еще больше информации на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!